Крещенский сочельник по православным канонам считается последним в году днём, когда проводится старинный обряд колядок. По обычаю, ярко ряженые колядующие ходили по домам с песнями. Их встречали гостеприимно и щедро, обязательно одаривались заранее приготовленными гостинцами. В наши дни этот обычай почти не соблюдается, но истории о нём и сегодня передаются младшему поколению. Рассказать своим воспитанникам историю рождественских святок через импровизированный спектакль решили педагоги санаторной школы. В центре представления щедро накрытый стол и гостеприимные хозяева. К ним на огонёк в Крещенский сочельник пришли колядующие. В спектакле задействовали большую часть ребят. Пели, танцевали и, конечно, гадали. Довольно праздником остались и дети, и взрослые. Учить детей истории русского народа, учить детей православным праздникам, учить детей доброте через вот такие инсценированные праздники, наверное, это тот самый метод, который когда-то достигнет результата. Кстати, в рождественские дни принято помогать и дарить подарки, особенно детям. Этим случаем воспользовались гости праздника. Нефтяная компания «Лукоил Коми» преподнесла ребятам рюкзаки с принадлежностями для учёбы и, конечно, сладкими подарками. Собрание депутатов округа пополнило библиотеку школы новыми книгами и пазлами.